Часть вторая В первый раз я видел Натали, на другой день утром только мельком. Она вдруг вскочила из прихожей в столовую, глянула, была еще не причесана, и в одной легкой распашонке из чего-то оранжевого, и, сверкнув этим оранжевым, с золотистой яркостью волос и черными глазами, исчезла. Я был в ту минуту в столовой один, только что кончил пить кофе, улан кончил раньше и ушел, и, встав из-за стола, случайно обернулся. Я проснулся в то утро довольно рано, в еще полной тишине всего дома. В доме было столько комнат, что я иногда путался в них. Я проснулся в какой-то дальней комнате, окнами в теневую часть сада, крепко выспавшись, с удовольствием вымылся, оделся во все чистое, особенно приятно было надеть новую косоворотку красного шелка, покрасивее причесал свои черные мокрые волосы, подстриженные вчера в Воронеже, вышел в коридор, повернул в другой, и оказался перед дверью в кабинет и вместе в спальню у лана. Зная, что он встает летом, часов в пять постучался. Никто не ответил, я отворил дверь, заглянул и с удовольствием убедился в неизменности этой старой просторной комнаты с тройным итальянским окном под столетний серебристый тополь. Налево вся стена в дубовых книжных шкафах, между ними в одном месте высятся часы красного дерева с медным диском неподвижного маятника, в другом стоит целая куча трубок с бисерными чубуками, а над ним висит барометр, в третьем вдвинуто бюро дедовских времен с порыжевшим зеленым сукном откинутой доски орехового дерева, а на сукне клещи, молотки, гвозди, медная подзорная труба, на стене возле двери под стопудовым деревянным диваном целая галерея выцветших портретов в овальных рамках, под окном письменный стол и глубокое кресло. То и другое тоже огромных размеров, правее над широчайшей дубовой кроватью картина во всю стену, почерневший лаковый фон, на нем еле видны клубы смурно-дымчатых облаков и зеленовато-голубых поэтических деревьев, а на переднем плане блещет точно окаменевшим яичным белком голая дородная красавица, чуть не в натуральную величину, стоящая в полуоборот к зрителю гордым лицом и всеми выпуклостями полновесной спины, крутого зада и тыла могучих ног, соблазнительно прикрывая удлиненными расставленными пальцами одной руки сосок груди, а другой низ живота в жирных складках. Оглянув все это, я услыхал сзади себя сильный голос улана с костылем, подходившего ко мне из прихожей. — Нет, братец, меня в эту пору в спальне не найдешь. Это ведь вы валяетесь по кроватям до трех дубов? Я поцеловал его широкую сухую руку и спросил, — Каких дубов, дядя? — Так, мужики говорят, — ответил он, мотая седым коком и оглядывая меня желтыми глазами, еще зоркими и умными. — Солнце на три дуба поднялось, а ты все еще мордой в подушке, — говорят мужики. — Ну, пойдем пить кофе. Чудесный старик, чудесный дом, — думал я, входя за ним в столовую, в открытые окна, которые глядела зелень утреннего сада и все летнее благополучие деревенской усадьбы. Служила старая нянька, маленькая и горбатая. Улан пил из толстого стакана в серебряном подстаканнике крепкий чай со сливками, придерживая в стакане широким пальцем тонкое, длинное, витое стебло, крутой золотой, старинной ложечки. Я ел ламодзелом тем черный хлеб с маслом и все подливал себе из горячего серебряного кофейника. Улан, интересуясь только собой, ни о чем не спросив меня, рассказывал о соседях-помещиках, на все лады броня и высмеивая их. Я притворялся, что слушаю, глядел на его усы, баки, на крупные волосы на конце носа, а сам так ждал Натали и Соню, что не сиделась на месте. Что это за Натали? И как мы встретимся с Соней после вчерашнего? Чувствовал к ней восторг, благодарность, порочно думал о спальнях ее и Натали, обо всем том, что делается в утреннем беспорядке женской спальни. Может, Соня все-таки сказала Натали что-нибудь о нашей начавшейся вчера любви? Если так, то я чувствую нечто вроде любви и к Натали. И не потому, что она будто бы красавица, а потому что она уже стала нашей с Соней тайной соучастницей. Отчего же нельзя любить двух? Вот они сейчас войдут во всей своей утренней свежести, увидят меня, мою грузинскую красоту и красную косоворотку. Заговорят, засмеются, сядут за стол, красиво наливая из этого горячего кофейника. Молодой утренний аппетит, молодое утреннее возбуждение, блеск выспавшихся глаз, легкий налет пудры на как будто еще помолодевших после сна щеках. И этот смех за каждым словом не совсем естественный, тем более очаровательный. А перед завтраком они пойдут по саду к реке, будут раздеваться в купальне, освещаемые по голому телу сверху синевой неба, а снизу отблеском прозрачной воды. Воображение всегда было живо у меня. Я мысленно видел, как Соня и Натали станут, держась за перила лесенки в купальне, неловко сходить по ее ступенькам, погруженным в воду, мокрым, холодным и скользким от противного зеленого бархата слизи, наросшей на них. Как Соня, откинув назад свою густоволосую голову, решительно упадет вдруг на воду поднятыми грудями, и вся странно видная в воде, голубоватым меловым телом, косо разведет в разные стороны углы рук и ног, совсем как лягушка. Ну, до обеда, ты ведь помнишь, обед в двенадцать, отрицательно качая головой, сказал Улан и встал со своим выбритым подбородком в бурых усах, соединенных с такими же баками, высокий, старчески твердый, в просторном часучевом костюме и тупоносых башмаках с костылем в широкой руке, покрытый гречкой, и потрепал меня по плечу и скорым шагом ушел. И вот тут-то, когда я тоже встал, чтоб выйти через соседнюю комнату на балкон, она и вскочила, мелькнула и скрылась, сразу поразив меня радостным восхищением. Я походил по саду, лежавшему, как и вся усадьба в речной низменности, наконец преодолел себя, вошел с напускной простотой и встретил веселую смелость Сони и милую шутку Натали, которая с улыбкой вскинула на меня из черных ресниц сияющую черноту своих глаз, особенно поразительную при цвете ее волос. — Мы уже виделись. Потом мы стояли на балконе, облокотясь на каменную балюстраду, с летним удовольствием чувствуя, как горячо печет нам раскрытые головы. И Натали стояла возле меня, а Соня, обняв ее и будто рассеянно глядя куда-то с усмешкой напевала, средь шумного бала, случайно. Потом выпрямилась. — Ну, купаться. В первую очередь мы, потом пойдешь ты. Натали побежала за простынями, а она задержалась и шепнула мне, изволь, с нынешнего дня притворяться, что ты влюбился в Натали, и берегись, если окажется, что тебе притворяться не надо. И я чуть не ответил с веселой дерзостью, что да, уже не надо. А она, покосясь на дверь, тихо прибавила. — Приду к тебе после обеда. Когда они вернулись, пошел в купальню я. Сперва по длинной березовой аллее, потом среди разных старых деревьев прибрежье, где тепло пахло речной водой, и орали на древесных верхушках грачи, шел и опять думал с двумя совершенно противоположными чувствами о Натали и о Соне, о том, что я буду купаться в той же воде, в которой только что купались они. После обеда среди всего того счастливого, бесцельного, привольного и спокойного, что глядела из сада в открытые окна, небо, зелень, солнце, После долгого обеда с окрошкой, жареными цыплятами и малиной со сливками, за которым я втайне замирал от присутствия Натали и от ожидания того часа, когда затихнет весь дом над послеобеденное время, И Соня, вышедшая к обеду с темно-красной бархатистой розой в волосах, тайком прибежит ко мне, чтобы продолжить вчерашнее уже не наспех и не как-нибудь. Я тотчас ушел в свою комнату и притворил сквозные ставни, стал ждать ее, лежа на турецком диване, слушая жаркую тишину усадьбы и уже томное, послеполуденное пение птиц в саду, Из которого шел в ставни сладкой от цветов и трав воздух, и безвыходно думал, как же мне теперь жить в этой двойственности, в тайных свиданиях с Соней и рядом с Натали, Одна мысль которой уже охватывает меня таким чистым любовным восторгом, страстной мечтой глядеть на нее только с тем радостным обожанием, С которым я давячи глядел на ее тонкий склоненный стан, на острые девичьи локти, которыми она полустоя опиралась на нагретый солнцем старый камень балюстрады. Соня, облокотясь рядом с ней и обняв ее за плечо, была в своем батистовом пенюаре с оборками и похожа на только что вышедшую замуж молодую женщину, А она, холстинковые юбочки и вышитые малороссийские сорочки, под которыми угадывалось все юное совершенство ее сложения, казалась чуть не подростком. В том-то и была высшая радость, что я даже помыслить не смел о возможности поцеловать ее с теми же чувствами, с какими целовал вчера Соню. В легком и широком рукаве сорочки, вышитой по плечам красным и синим, была видна ее тонкая рука, в сухо-золотистой коже которой прилегали рыжеватые волоски. Я глядел и думал, что испытал бы я, если бы посмел коснуться их губами. И, чувствуя мой взгляд, она вскинула на меня блестящую черноту глаз и всю свою яркую головку, обвитую плетью довольно крупной косы. Я отошел и поспешно опустил глаза, увидав ее ноги сквозь просвечивающие на солнце подол юбки и тонкие, крепкие, породистые щиколки в сером прозрачном чулке. Соня с Розой в волосах быстро отворила и затворила дверь, тихо воскликнула. — Как ты спал? Я вскочил. — Что ты, что ты? Мог ли я спать? Схватил ее руки. — Запри дверь на ключ. Я кинулся к двери. Она села на диван, закрывая глаза. — Ну, иди ко мне. И мы сразу потеряли всякий стыд и рассудок. Мы не проронили почти ни слов за эти минуты. И она во всей прелести своего жаркого тела позволяла целовать себя уже всюду. Только целовать. И все. Сумрач не закрывала глаза, а все больше разгоралась лицом. И опять уходя и поправляя волосы, шепотом пригрозила. А что до Натали, то, повторяю, берегись, перейти за притворство. Характер у меня вовсе не такой милый, как можно думать. Роза валялась на полу. Я спрятал ее в стол. И к вечеру ее темно-красный бархат стал вялым и лиловым.